а вот это клинический случай когда мы на нижней челюсти как раз таки доктор на вашей любимой подвернутые лоскуты на ножки критичная еда вообще слизистая это после костной пластики вот здесь масса всяких перемещений было после всего здесь ставили костный блок индивидуальный но доктор не сделала никакую подготовку десны и делал купит а прикрепленного вовсе на язычную сторону нам поставили имплантаты пришло в момент раскрытия вот оказалась такая ситуация во втором случае там совсем обратите внимание там даже нечего было с язычной стороны брать поэтому здесь было принято решение поставить свободный десневой трансплантат а в области 34 зуба мы воспользовались все-таки наличием оральных тканей 35 до эпитализации это ничего сложного установка формирователя и ушивание там просто в тоннелированный кармашек расщепленным и поставили свободный десневой трансплантат здесь вот он прижатый так на этом все но ортопедии не интересно смотреть мы там не успели до запечатлеть пациентку и она уже у нас вся просто с готовой ортопедии есть но это вообще в случае клинические на самом деле не совсем сюда потому что эти пациентки были выполнены два костных блока индивидуальных которые делаются по коте из аллогенного материала и они у нее это не были сообразные дефекты на нижней челюсти до нижней лыночкового нерва у нее там было 3-4 миллиметра с каждой стороны здесь стальной на вот мы было принято решение такой реабилитации три года длилась у нас вся эта история в итоге она ушла с несъемными конструкциями оба блока у нее интегрировались у нас все произошло а вот это самый свежий переимплантит похоже от августа лет нет нет это так кажется это был сентябрь это вот в сентябре я оперировала пациенту очень странная была история ему поставили имплантаты в позиции 46 47 а в позицию 45 сделали консоль вперед сделали только временные коронки и через четыре месяца у него образовался почти 9 миллиметров дефект вот сейчас будет да он пришел сыну с гнойным просто воспалением ко мне ну и близко они расположены трудно если недавно тоже был вынужден поставить пациент отсутствовал право я желательно забыл от улыбка от кори и клыкал был вот такого сабли то есть я туда мог бы только поставить самый короткий имплантат не хотел бы ставить короткий имплантат я просто поставил в области 5-6-7 имплантата ну посмотрим может и будет все нормально здесь уже просто ну ситуация вот ну вот у меня доктор ортопед как раз таки считает что это ортопедия виновата потому что это здесь анкилоз стоит у у него вообще редко такая история случается связаны он же субкристально ставится то есть мне кажется что не должен он так себя был повести но вот обратите да внимание какие дефекты это опять по 9 по 10 миллиметров здесь на медиальном имплантате поменьше это твердая мозговая оболочка это вот клей это перф мембрана и опять же вестибулярно тому поставили костный материал с костным клеем в область дефекта и снаружи перф ну в общем то вот без каких-либо и вестибулярного за счет того что мы вносили тему я расщепила немножко мобилизовала тут слизистую и для того чтобы создать в будущем здесь прикрепленную десну которые нету здесь очень множественные причины обратите просто внимание что и со слизистой там проблемы есть я не знаю какого характера была ли исходная не дефицит до прикрепленные десны были ли вот эти тяжи или это уже пост воспалительного характера потому что с воспалением он месяца три-четыре ходил был вопрос по поводу подготовки перед космопластическими вмешательствами когда у нас по фенотипу и по полости рта атрофия выраженная слизистая и был вопрос делать ли какую-то подготовку или делать это все совместно вот я стараюсь делать подготовку сначала мы утолщаем биотип десны чтобы потом при костной пластике мы имели возможность работать с качественными мягкими тканями потому что там будет и ушивание и перемещение и закрытие большего объема чем мы применяем если это интересно то я сейчас быстро покажу и все и и дам алексею слово да я не знаю вот куда-то она делась я не понимаю вот там было всего два слайда я быстрее нарисую вот это гребень альвеолярный нижняя челюсть чаще всего эта проблема там происходит вот это у нас с вами оральная поверхность вот это вестибулярная здесь какие-то тут зубы вот этот участок большой протяженный например там от 5 до конца мы проводим вообще без каких-либо излишеств просто вот такой вот немножко смещенный в оральную сторону разрез он не уходит на оральную поверхность он просто смещенные в оральную сторону понятно да это разрез по гребню у вас должна вот здесь остаться манжета десневая чтобы вы могли ушиться качественно вот так и вот так делается разрез здесь выполняется отслаивание вот здесь вот у вас лоскут расщепленный вас извините пожалуйста не то вот здесь у вас я думала думала здесь у вас он полнослойный вы скелетируете доходите до мукогенгивальные границы и здесь уходите в расщепление у вас таким образом создается все что было на гребне с надкосницы вместе вы отслоили это полнослойный лоскут вот этот вот кусок потом дальше вы расщепляетесь берете твердую мозговую оболочку вот здесь вот вы немножко тоже расщепляете отслаиваете как угодно там без разницы я отслаиваю просто это быстрее распатером тонким сосочковом заводите твердую мозговую оболочку заранее подготовленную перфорированную выкроенную по размеру по вашему и фиксируете там ну к примеру двумя прообразными язычными швами оральному лоскута вот этому кусочку который вы отслоили вот здесь загибаете ее на гребень укладываете сверху возвращаете ваш полнослойный вот этот расщепленный лоскут все просто ушиваете вместе с вертикальными этими разрезами и потом делаете два прижимающих крестообразных ну два и нога редко три в основном два шва больших которые у вас будут вы прошиваетесь орально и уходите глубоко вести булярно для того чтобы да вот этот новый объем новое преддверие зафиксировать нет не зашло по ситуации я смотрю если его там вот в дистальном участке нижней челюсти достаточно сложно выполнить там наплывает крылочерстная мышца и вот в этом месте особенно дистально там очень сложно прижать так слизистую чтобы суп периостально проколоться просто технически сложно сделать но это из опыта я же тоже это пробую сделать это я вам не только рисую рассказываю и чаще всего не делаю но если можно то делаю если получать вот то что сейчас показывала вам вот последнюю операцию там сделано у пациента у него как бы очень хорошее раскрытие рта и как-то так у меня так получилось да и не всегда получается к сожалению но хотелось бы то есть вы по сути отсекли вот этим расщеплением от слизистой мышцы передвинули их чуть-чуть вниз создали дополнительное преддверие а здесь у вас отработает полнослойный лоскут вместе с твердой мозговой оболочкой которая начнет утолщать всю эту историю